привет всем что вы скажете о периоде восьмидесятых годов на мой взгляд это прекрасное время было огромное количество замечательной музыки новых групп нового звука нового дыхания в рок-музыке но я даже не буду употреблять термин рок-музыка а музыка вообще потому что то что мы называем рок-музыкой то что мы называем музыкой вообще классической симфонической любой другой все это переплелось все это слилось практически воедино в огромную такую музыкальную вселенную рок-группы стали играть симфоническими оркестрами оркестры стали интерпретировать песни the beatles и разных других артистов в общем все это стало просто музыкой и слава богу перестала преобладать вот это деление это рок это поп эта эстрада фу-фу-фу вообще деление на стиле это страшная вещь она настолько ограничивает нас с вами людей которые слушают музыку как которые живут музыкой это очень страшная вещь приведу примеры такие ну примеры всем известны читаешь в интернете комментарии люди пишут что а я не люблю панк постпанк я ненавижу новую волну я терпеть не могу брит поп я не люблю там что-то еще хотя в каждом из этих условно грязь стилей брит попе панке постпанке готик руки такое количество музыкантов и такая разная музыка на самом деле и столько кайфовеш их песен великолепных альбомов не похожих друг на друга все это впихивается в одно определение это постпанк все значит я это не слушаю это дерьмо жаль не надо себя ограничивать так вот восьмидесятые что у нас было в конце семидесятых всем известно панк-рок 76 год как реакция на чудовищное однообразие которое на самом деле охватила неправильно выражаясь все стало очень однообразно по большому счету очень красиво очень здорово я люблю группы семидесятых годов и музыку семидесятых годов но она вся похоже практически в одном другое за небольшими исключениями конечно групп сотни тысяч артистов сотни тысяч конечно все играют разную музыку но в принципе так если на вскидку сразу войти в середину семидесятых годов вот мы пошли туда раз и что мы слышим мы слышим перегруженные гитары четные размеры барабаны бас и пошли вот эти вот самые перри перегрузы в принципе очень похоже по звуку все на самом деле это ну я не беру там gentle giant да я не беру джет ротал это все я уже говорил что десятки тысяч артистов все играют по-разному но так если вот сразу ехать прогрессивный рок который с каждым годом все увеличивал и увеличивал тяжесть массивность огромных музыкальных плит которые друг на друга вот так вот вы дружались это кайфово это интересно но очень все похоже вот эти вот массивные такие кирпичи которые пинг флойд выстроили уже даже визуально в конце концов бог с ним хамонт органы муки муки и прочие синтезаторы и все как-то слушаешь ага ага понятно все перегруженная гитара хамонт барабаны бас все четыре четверти поднеслась и это здорово я слушаю эту музыку с большим удовольствием и артисты которые играют эту музыку до сих пор они получают огромное удовольствие и дай бог и очень хорошо главное ведь лично и личный кайф в музыке но музыка бесконечная ограничивать себя четным размером с перегруженной гитарой с блюзовыми построениями с пентатоническими вот этими привычными абсолютно наизусть уже уже до боли просто до зевоты просто в разработанными пассажами это все замечательно но есть ведь и другая музыка ее очень много и 80-е после взрыва панка который вернул в рук музыку социальность вернул социальный настрой вернул новые темы вернул новое настроение дыхание изначального рок-н-ролла с которого все и началось пришла так называемая новая волна которую ненавидят почему-то очень многие люди которые слушают рок что такое новая волна это новая волна это новое звучание это новое звучание да вот такое количество прекрасных записей прекрасных мелодий изумительных артистов замечательных голосов новых взглядов новых точек зрения на мир на музыку на искусство вообще соединила симфонические оркестры с рок-группами вы скажете ха-ха-ха еще депепл еще соединили ну соединили да в общем все это все равно все равно это был депеп все равно это был тот же самый перегруженный рок так же как и масса других коллективов и moody blues там и king crimson я очень все люблю мне очень нравится но пришло новое новое пришла новая музыка хотя она с одной стороны новая с другой стороны старая потому что что это такое это пятеро четверо парней с гитарами с ударной установкой которые сочиняют песни и поют их что тут может быть нового вы скажете но звучит все абсолютно по-другому так свежо так здорово и так современно я вот слушаю музыку восьмидесятых сейчас не все группы подпадают но очень много пластинок восьмидесятых годов которые звучат совершенно современно сейчас не с точки зрения даже там продюсеринга с точки зрения музыки именно песен как они написаны как они спеты как они придуманы как аранжированы потрясающе также группа beatles не стареет чтобы там не говорили в комментариях я читал много 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 всякого но просто люди либо люди слышат либо люди не слышат тут уже это личное дело каждого вот хочу я показать вам в пластинке группы чудесные которые называются echo and the body man или echo and the body man как привычнее вот первая пластинка выглядит вот таким образом называется crocodile вышла она если мне память не изменяет вот я посмотрел восьмидесятом году я уже не обращаю внимание на конкретный год когда что вышло четверо парней которые стали играть рок-н-ролл не похожий на других хотя отправные точки все равно отправные точки очень интересные здесь здесь и постпанк мрачный такой с одной стороны мрачный где-то даже готический где-то даже какой-то такой потусторонний психоделический влияние группы the doors очень здесь прослеживается и все это вместе английский рок получился очень интересным и первая пластинка на просто хорошая никаких откровений здесь нет going up stars stars pride monkeys четыре песни и к пятой песни crocodile группу все-таки разошлась и пошла уже давить пошло давление пошел урок и вся вторая сторона тоже уже давит уже давит по-хорошему заводит драйвово а что что-то необычного скажите а необычного здесь достаточно много потому что музыка очень прозрачная гитара перегруженная есть но она не лезет вперед не играет вот эти однообразные рифы бесконечно а уход такой в сторону smith наверное помните группу smith масса гитар текстуры наслоение вот этих вот аккордов наслоение звуков и все это такую удивительную серебряную звенящую вселенную превращается в которую погружаешь и думаешь как же надо же как оказывается можно играть на гитарах как может звучать рок-группа совершенно не так как мы привыкли и вот эхо энда бенниман условно говоря в эту сторону двигались потому что гитара с одной стороны скупая играет вроде бы мало но когда начинаешь слушать понимаешь что там гитар записано 5-6 все играют очень много и выстраивается складывается такое полотно волшебное абсолютно но это полотно не размазанное не размытая она на жестком ритме барабаны в реверберации как положено в этом стиле бас играет рифы и глубокий с очень хорошим диапазоном голос я на маккалах вообще это творение двух музыкантов я на маккалах вокал бас-гитара акустическая гитара и композитор и уилл саджент гитарист которого можно сравнить с гитаристом группы smith тоже по подходу к музыке второго альбома у меня нет третья пластинка поркюпайн ее называют экспериментальные я не знаю что такое экспериментальная пластинка я не знаешь такой экспериментальная музыка потому что мне трудно представить себе парня которые собираются в студии и говорят давайте экспериментировать час будем экспериментировать парня просто играют так как им нравится так как к в данный момент кайфово и крокодай в смысле вот эту самую поркюпайн пластинка, она необычная даже для Echo and Bennyman. The Cutter, первая песня, она начинается с тем самым симфоническим оркестром, со струнной группой, скажем так, о которой я говорил в самом начале, когда стали привлекаться симфонические построения в рок-музыку, и играет эта струнная группа что-то такое похожее на Led Zeppelin Kashmir, но без этого харда, без этих ломовых барабанов очень космическая такая история. Внизу вот этот риф на струнных очень тяжелый, очень-очень такой густой, с восточным оттенком, как я уже сказал, приведя в пример Kashmir, а сверху вот эти вот текстуры гитарные Уилла Сержанта, и голос Маккалаха, который импровизирует, который поет очень чувственно, и все эти группы 90-х, Pulp, Suite, даже The Birth, они, в общем, мне кажется, выросли из Echo and the Berryman, очень все похоже. Тем более, что продюсер, которого зовут Yills, который записывал пластинку группы The Верф Урван Химс, помните Битта Свит Симфони, он записал вот этот альбом Meteorites, Echo and the Berryman, который вышел в четырнадцатом году, и по звучанию очень похоже на The Verge, но Echo and the Berryman сыграли звуком тем же самым ровно на десять лет раньше, еще до продюсера Yills. И то, что звучит так, как звучит The Верф на Урван Химс, сыграно уже здесь и записано уже здесь. Пластинка очень, как я сказал, колючая, странная, со странными мелодиями, но очень легко отчитаемая. Однако главная вещь, конечно, это вот, это вот я всем советую в коллекции держать желательно, потому что это восьмидесятые, как они есть. Все самое хорошее в восьмидесятых, оно вот здесь, на пластинке Ocean Rain группы Echo and the Berryman. Silver первая вещь, веселая, как бы, вообще веселого здесь мало в Echo and the Berryman. Они создают монументальные произведения, несмотря на то, что идут они там три минуты, четыре минуты и сыграны группой. Гитара, бас, ударные, вокал, да? Но они монументальные, они настолько близки к понятию арт-рок, что просто удивительно. Арт-рок может быть и таким. Не таким вот, вот таким, как у Emerson, Like and Palmer, а он может быть скупым, сжатым, с короткими песнями, но настолько интересным, настолько многообразным, что удивительно. Noctural Me, вторая песня, вот это уже полный кайф, это уже шедевр. Это уже струнная группа, вовсю опять подключается. Начинается песня с нечетного размера, отсылка в сторону The Doors. Моррисон очень любил такие кабарышные вот эти вот вальсики такие, но этот вальсик превращается в какую-то грандиозную симфонию в конце. Crystal Days, The Yo-Yo Man и Turn of Crowns. Последняя песня атомная, атомная, сметающая все непохожее ни на Black Sabbath, ни на Led Zeppelin, ни на панк-рок, ни на что, ну настолько крутая. Ну, где-то может быть близко к Doors. Вообще, Doors здесь присутствует, витает рядышком в облаках. Killin' Moon, песня, которая стала хитом, открывает вторую сторону. Тоже достаточно мрачная. Несмотря на мажорное начало, все здесь очень патетично, в хорошем смысле патетично, монументально, несмотря на легкость вот этого всего. Seven Seeds, My Kingdom, песня, где влезает такая нойзовая гитара вдруг неожиданно. И Ocean Rain, закрывающая эту пластинку, это просто прекрасная симфония. Моцарт, умноженный на Гайдена, умноженный на Пола Маккартни и спетый с яростью Джона Леннона. Это очень хорошая группа, поверьте мне. И вот эта пластинка 2014 года, она дает понять, что эта музыка не устарела, она совершенно современно актуальна. Хотя, в принципе, все то же самое, просто, ну, немножко осовременен звук. Про нее я поговорю отдельно потом. Она достойна. Метеориты достойны отдельного рассмотрения. Пойду переслушиваю еще раз Echo and Benny Man. Что-нибудь выпью и встречусь с вами после этого уже. Пока.